Друзья мои, всем привет! С вами я, Лана Карамель и мой канал «Всё о немногом и немного обо всём». У меня здесь на столе рождественское печенье, наше эстонское, пепаркок, которое является таким традиционным лакомством на Рождество. У меня вот такое вот тоненькое, оно бывает разных видов, оно бывает с глазурью, как я вам показывала, украшенное. Печенье разноцветное глазурью в виде домиков, в виде зайчиков, ещё там мишек. Бывают потоньше, бывают они потолще такие печеньки. Я вот люблю такое тоненькое. Оно у меня простое, без глазури, с кофейком очень хорошо. Так, ходила сегодня в магазин, купила ёлочную игрушку новую. У нас такая традиция в семье, мы всегда на Новый год покупаем какую-то игрушечку новую обязательно. Я думаю, что это в этом году первое, но не последнее. Я ещё куплю игрушек на ёлку, хотя их и так уже немало. Вот, она стеклянная. Ну, китайская, конечно. И на ней, вот такой вот она интересной формы. На ней такой узор из белого бисера. И тут ещё такие вот камушки блестящие. Вот такой формы она. Очень мне понравилась она, эта игрушечка. Так красиво сверкала, на витрине висела. Вот такая игрушка. А, да, я же забыла вам показать свой новый маникюр. Всегда показываю, когда сделаю новый маникюрчик. Вот такой. Мне захотелось что-то такого ближе, но к зимнему такому новогоднему цвету. Вот такой с камушками здесь блестящими. На одном накатке. Вот такой. Олечка, спасибо тебе ещё раз за то, что делаешь мои ногти такими красивыми. Так, и я получила посылочки две. Пришли они в разное время, как всегда. Здесь у меня кофе. Пришли в разное время. Я ждать не могу. Мне надо всё сразу открыть. Это были вот несколько случаев, когда я просто вот просто терпела, чтобы не показать вам раньше времени. Всё ждала, ждала, ждала. Но бывает, что посылки от разных продавцов, и они очень долго идут. И поэтому у меня уже просто не было сил ждать. И я открыла всё-таки одну, и буквально следом за ней пришла другая. Но бывает, что иногда я всё-таки жду терпеливо и показываю сразу несколько посылочек. У меня ещё что-то заказано, но вот опять же не хочется ждать. Поэтому показываю сразу. Значит, вот эти мои пупырышки любимые. Пощёлкаем. Ой, какое удовольствие. Так, вот такие вот бусы мне пришли. Давайте откроем. Вот такие бусы. Ой, какие они лёгенькие. Вот такие вот. Вот этот очень красивый перламутровый камушек. Колечки такого и вот такой вот кругленький шарик. Нежно-нежно-нежно-розового цвета. Вот этот вот перламутровый. С таким розовым отливом. И вот такие вот ещё ромбик. Овальной формы. Такая вот штучка. Вот, мне нравится. Так. Ещё пришла вот такая вот брошка. Эту брошку, если я не ошибаюсь, я увидела у Аллы на канале Али Баба Али Дед. Аллочка, тебе привет из Сталина. Алла моя соседка, она живёт в Латвии. И показывает всегда очень красивые вещи с Алиэкспресса. Я иногда оттуда себе беру на заметку некоторые вещи, которые мне особенно понравились. И тоже там заказываю. Хорошо. Алла, спасибо, что ты оставляешь ссылочки всегда. Что можно сразу быстренько найти и заказать себе. Вот такая вот совершенно чудесная брошка. Настолько она нежная и тонкая, что вот просто такая хрупкая, я бы сказала. Не знаю, видно вам. Очень много света здесь сейчас и от свечки, и от лампы. Вот такая вот брошечка вся сверкает. Как раз такое, что я люблю. Вот такая красота. Застёжки здесь все одинаковые у них. А, нет, здесь немножко по-другому. Немножко другая. Так. Ну вот. Это всё, что я сегодня хотела вам показать. Сейчас я попробую снять со штатива. Ещё раз покажу вам вещи свои. Да, прежде чем с вами попрощаться, я хочу сказать одну такую вещь, которая меня неприятно удивляет. Но знаю, что происходит это не только с моим каналом. В общем, подписываются люди. Приходят, подписываются. А через день или даже на следующий день я обнаруживаю, что люди просто целой толпой отписываются. То есть, допустим, сегодня пришли новых 10 человек. На завтра эти все 10 человек ушли, как будто их и не было. Дорогие мои друзья, если вы приходите на мой канал просто так, для того, чтобы, как говорится, отметиться, поставить галочку с целью, что я приду к вам, подпишусь взаимно. Это один вопрос. Вы пришли, подписались и ждёте от меня взаимности. Я, как честный человек, прихожу, просматриваю ваши видео от начала и до конца. Хотя у меня очень много людей, к которым я хожу, которых я смотрю, на которых я подписана. Смотрю всегда с интересом. Комментарии пишу от души. Ну, вот как-то вот так вот всё по-честному у меня. Если кому-то не хочется смотреть, не хочется подписываться, пожалуйста, не подписывайтесь. Не надо делать мне одолжение ради галочки. Вот я сейчас приду, так и быть. Нажму на кнопочку, у тебя появится плюс один человек. А завтра я от тебя отпишусь. Нет, мне не надо так. Не хотите, не подписывайтесь. Насильно никто, нигде, никого не держит. Ну, просто получается нечестно. Извините, если резко. Но правда, потому что уже немножко мне стало надоедать. Я знаю людей, с которыми мы дружим взаимно. С которыми у нас такие честные партнёрские отношения. Мы ходим друг к другу, просматриваем видео, смотрим, опишем комментарии, высказываем своё мнение. Хорошее оно или не очень. Но мы как-то друг друга поддерживаем. А те, которые прибегают, подписался завтра, отпишусь от тебя. Ну, так не надо делать. Если подписались, уж оставайтесь тогда в подписчиках. Хотя бы не убегайте. Это не то, что я там прошу, умоляю. Ну, просто как-то, я не знаю, нехорошо. Я вот, например, не умею просто проверить, кто у меня остался, кто ушёл. А то, скажу честно, тоже бы отписалась. Зачем мне просматривать, тратить своё время, когда я могу вместо вас посмотреть своих друзей. Там не два видео, а пять новых видео своих друзей. Ну, вот, всё, что я хотела сказать на эту тему. Вот, игрушечка новенькая. Бусы. И брошка. Если кому-то понравились, я тоже оставлю ссылочку. Можете посмотреть себе. На этом всё. Всем хорошего вечера и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok